Все, отлично. Теперь послушай, смотри, дальше ты все делаешь автономно, ты сейчас загружаешь документ, запись ведется, в конце занятия ты нажимаешь на кнопку, теперь там у тебя кнопка, соответственно, квадрат, прекратить запись, он тебя спрашивает, вы действительно хотите прекратить, ты ему говоришь да, и закрываешь вещание, нажимая на верхний крест. Все. Хорошо? Нет, я тебя не слышу сейчас. Нет, не слышу сейчас тебя. Раз, два, три, ты не слышишь меня? Да, ну сейчас слышу, там какой-то контакт. Да, да, контакт, видимо, плохой, но я ничего не могу с этим сделать только. Да, Шедор, ну сейчас слышно. Обращай внимание и, пожалуйста, у меня просьба к присутствующим, если пропадет звук лектора, обязательно пишите ему в чате, а ты, соответственно, смотри, если появится сообщение о том, что пропадет звук. Хорошо? Хорошо. Ну все, теперь закачивай документ и можно начинать, а я извиняюсь перед народом за некоторое опоздание. Хорошо? Да, 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 да. Так, все, значит, я иду наверх делать, да? Так, да. Значит, здесь есть несколько ребяток, которые сегодня с ним встречался, и зараза парит. Парит, и она, да. Пять, и я откуда? Да, нормально. Натан, ваш звук идет к нам. Да, все, я, да, ты прав, все, я все правильно сделал сейчас. deaf. Б Б Б Б Б Б Б Б Б Продолжение следует... 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 в том плане, потому что мы свидетели исполнения этих пророчеств. То, о чём говорили пророки, мы это видим своими глазами. Это ещё один пример того, что не видел Ефескейль. Мощь Израиля, его победы в 1967 году. Ну, и пророки оказали огромное влияние как на сыновей Израиля, так и на весь мир. И, если так можно сказать, без них было бы невозможно становление сегодняшнего государства, образование сегодняшнего государства и его становление. Мы можем представить себе, что вот гимн, который мы... гимн Атиква, гимн государства Израиля, который всем хорошо известен, который стал как бы символом возрождения народа, в нём говорится о дно Абдате Квати, но ещё не пропала наша надежда. Это как бы перекличка с пророком Ефескелем, который говорит в 37 главе, что Всевышний говорит ему, что это сухие кости, и говорят они, иссохли мы, и пропала надежда наша. И вот в нашем гимне как бы есть ответ, что мы говорим, что наша надежда не пропала. Мы можем почувствовать, что действительно предсказания пророков им дали огромную силу, и без них огромную силу народу в изгнании дали ему мечту, и без них невозможно было бы становление государства. И также, если мы представим себе, пророки оказали влияние на весь мир, и хотя бы небольшая черта, о лорде Бальфуре, Перу которого принадлежит декларация Бальфура, то есть первое заявление народов мира о том, что они готовы создать еврейский очаг в Палестине, как они говорили, он не случайно взял на себя эту роль, так как он был человеком верующим, и изучал Танах, и был уверен, что пророчества, которые записаны в Танахе, они обязательно должны сбыться. И вот те строки, которые были написаны много-много лет назад, две с половиной тысячи лет назад, они оказали влияние и на еврейский народ, и на народы мира, и привели, по крайней мере, стали одним из важнейших факторов становления государства и исполнения этих пророчеств. Представляется символичным, что в 1947 году, накануне образования, провозглашения государства, в кумранских пещерах около Мёртвого моря были найдены, найден целый ряд свитков, которые известны как кумранские рукописи, кумранские свитки. Их единственный целый свиток, который был найден, это свиток пророка Ишаяву с совершенно небольшими изменениями, которые можно считать ошибкой переписчика. Этот свиток соответствует тому свитку, который есть в руках. И символично, может быть, это потому, что Всевышний сказал Ишаяву, пророчествовавшему за 150 лет до разрушения храма, «Забежи свиток, на котором записано свидетельство, запечатай, сохрани Тору, сплавил пророчество среди учеников моих, и Ишаяву говорит, и буду я ждать Бога, скрывающего лицо своё от дома Якова, и буду уповать на Него». То есть мы видим, что сам пророк свидетельствует о том, что его слова, предсказания о возрождении ибридского народа, о становлении сильного царства, царство, которое основывается и поддерживается пророками, эти слова не воспринимались в его время, и Всевышний велел ему для будущих времён составить свиток, дать его подписать своим ученикам и запечатать. И, конечно же, это не тот самый свиток, который записали ученики Ишаяву и который был подписан им, но представляется, опять же, очень-очень символичным, что вот этот свиток, как бы запечатанный самим Ишаяву, он был найден как раз перед тем, как использовались, как исполнилось его пророчества. И это может быть наиболее сильным, и более сильным, если мы познакомимся с несколькими строками из пророка Ишаяву. И вот он говорит в 40-й главе. «Утешайте, утешайте, народ мой, говорит всесильный ваш. Говорите к сердцу Иерушалаима и возвещайте ему, что кончился срок наказания его, ибо искуплена вина его, ибо принял он наказание от руки Бога вдвое за все грехи свои. Голов взывает в пустыне, освободите дорогу для Бога, выровняйте в степи протоптанную дорогу всесильному нашему. Каждая впадина поднимется, и каждая гора, холм, понизится, и станет препятствие ровным путем, и гряда гор долины, и откроется, слава Бога, и увидит всякое плоть вместе, ибо так извекли уста Бога». Представляете, что он говорит о нашем времени, о сыгрании рассеянных чудесным образом, и мы знаем, что дорога всесильному, она прокладывается вместе с еврейским народом, то есть когда еврейский народ возвращается в свою землю, то вместе с ним и идёт и Всевышний. Поэтому проложите протоптанную дорогу всесильному нашему – это то же самое, что проложите дорогу народу, который возвращается на свою землю. Мы видим, что пророк говорит о том, призывает, чтобы были выровнены все пути, чтобы горы опустились и долины поднялись, и мы можем с вами представить себе, что это произошло в наше время. Когда мы пролетаем на самолёте для того, чтобы достигнуть Святой Земли, то действительно под нами равнина, путь совершенно ровный, и совершенно то, что казалось невероятным, то, во что не могли поверить раньше люди, мы, если только немножко присмотримся, мы, как та служанка, которая видит избавление сыновей Израиля, мы сможем понять и понять... Рабзеев, не слышно вас? Сейчас слышно? Сейчас слышно? Да, да, слышно. Я просто остановился на секунду. Пророк Ишаяу сказал и многое из того, что важно для нашего времени не только предсказание событий, но и обращение к нам, к тем, кто возвращается из плена. Его слова прежде всего были обращены к тем, кто будет возвращаться из Вавилонского плена, о котором в его времени ничего не было известно. Он говорил о будущем, но и не только из Вавилонского плена, но и из будущего, из нашего изгнания. И вот, что он сказал. И так сказал Бог помазаннику своему корышу. Корыш – это, как мы знаем с вами, это персидский царь, который, когда Персия победила Вавилон, разрешил сыновьям Израиля возвращаться на свою родину и восстанавливать храм. И вот Ишаяу предсказывает и называет имя царя, который будет править в то время, и говорит о том, что Всевышний обращается к корышу и говорит ему, «Я держу за правую руку его, чтобы покорить перед ним народы, и я развяжу пояс царей, чтобы открыть перед ним двери, и чтобы ворота не закрылись. Я, говорит, тобой пойду и возвышенности сравняю с землей, двери медные силы распахну и за собой железные собью с них и дам тебе сокровища тьмы и так далее, но то, что нас дальше интересует... Всевышний говорит, что нет никого сильнее него, и только он определяет пути, только он определяет пути мира. Секунду. Он также обращается к сыновьям Израиля, которые будут жить в будущем, в период исхода из Бавилона и в наше время, и говорит, что скажет ли глина, горшечнику, как делать ее, скажет ли сосуд, создатель его, каким он должен быть. Имеется в виду, что многие сыновей Израиля в период возвращения из Бавилона сказали, что не может быть, чтобы это была рука Всевышнего. нееврейский царь Кореш вдруг разрешает переселиться. Нет, в этом есть какая-то нечистота, неполнота, и многие отказались от возвращения в сон. То же самое происходит в наше время. Мы видим, что многие люди говорят о том, что нет, мы не видим никаких явных чудес, мы не видим признаков, которые позволяют вернуться в землю Израиля, и мы совершенно не сдаемся вопросом о том, а каков план Всевышнего. А может быть, мы не заслужили этих открытых чудес. И вот к нам, к нам обращается пророк и говорит, откуда вы знаете, как должно происходить освобождение? Откуда вы знаете, через кого оно должно происходить? И не похоже ли бы на горшок, который говорит горшечнику, как его делать? И вот это то, что я хотел бы сказать о пророке Ишаягу и о его значении, о символительности находки в Кумране, свитка, и мы пробираемся с вами дальше. Мы та самая служанка, которая видела на море больше, чем видели Ишаягу и Ческейн, мы с вами делаем следующие шаги. Представим себе явление, пророчество, как явление. Попробуем оттолкнуться от семантики слова. Нави, как мы видим здесь в этой таблице, пророк, это слово образовано от нисфатаем, движения губ. Имеется в виду, что как бы только движения губ принадлежат человеку, если он является пророком, а все слова, которые он произносит, они принадлежат Всевышнему. Естественно, что это определение, оно может быть несколько общее, оно безусловно правильное, но в действительности мы видим, что хотя каждый из пророков произносил слова Всевышнего, исполнял его повеление и поручение, каждый и каждый из них привносил что-то свое личное. и то, что мог сказать Ишайяву, это не мог сказать Ихискеэль, и то, что мог сказать Ихискеэль, это не мог сказать Ишайяву, хотя мы видим и пересечение, и использование, может быть, и тех же образов, и тех же приемов, даже тех же слов, но каждый пророк это личность, он, наверное, похож на фильтр, через который идет свет, и каждый из пророков, являясь таким фильтром, он приносит свою собственную окраску. Может быть, очень это определение, а вот по сути, может быть, очень точно отразил пророка, его состояние, и задачи, которые стоят перед ним, это талантливый человек, хотя и не еврей, Александр Сергеевич Пушкин написал стихотворение «Пророк», которым многие-многие восхищались. И духовный жаждаю томим в пустыне мрачной я влочился, и шестикрылый Серафим на перепутье мне явился, мы видим здесь опять же перекличку с пророком Мишаягу, который говорит о Серафим, о монгных ангелах, у которых шесть крыльев, перстами легкими, как сон, моих зениц коснулся он, отверзли свечи и зеницы, как у испуганной орлицы, моих ушей коснулся он, и их наполнил шум и звон. Он говорит о том, что пророк переходит в другое состояние, он начинает мир воспринимать по-другому, мир материальный остается на заднем плане, и главным становится духовный мир, его чувства обостряются, и внял я небо с драганья, и горный ангел в полет, и гад морских подводный ход, идольные лозы прозевания, и он кустам моим приник. То есть, если мы видим очень точное замечание о том, что пророк это не только человек, который говорит, а прежде всего это человек, который воспринимает духовные миры, он обладает особым видением, особым пониманием, так как Всевышнему не нужны роботы, пророк это не робот, он понимает, что он говорит, то будущее, которое он должен предсказать, он видит его или ощущает, но в любом случае он как бы находится и пребывает в другом мире, у него другие переживания, и его предсказание это предсказание того, что он пережил не даром пророки о будущем, часто говорят в прошедшем времени, так как они уже как бы пережили эти события, пережили эти события. И жало мудрой змеи в уста замерзшие мои вложил десницию кровавой, и он мне грудь растет мечом, и сердце трепетное вынул, и угол пылающий огнем во грудь отверзшую в отвину, и тут также перекличка с пророком Мишаяху, избрание которого связано с тем, что ангел прикасается к его устам углем, «Как труп в пустыне я лежал, и Бог глаз ко мне возвал». Пророк – это не простое поручение, непростое послание Всевышнего, от него требуется полная самоотдача и соприкосновение с духовным миром, оно также, оно очень радостное, но оно требует огромного напряжения и забирает все силы недаром. Пророки многие просто падали, когда они получали пророчество, потому что у них не было силы, Всевышний давал особые силы, поднимал их на ноги. И вот поручение, которое дается... Так, секунду, у меня пропал текст, я его поднимаю еще раз. Так, да. И не вижу текста, по памяти помню, помню, что обращение к пророку – это «Восстань, пророк, и виждем немли, и жалом жги уста людей». То есть пророк – это посланник, который призван и предсказать будущее, но не для того, что не так, как это предсказывают астрологи, а для того, чтобы указать людям на их недостатки и показать, какие наказания могут просекать, если есть недостатки, для того, чтобы люди приложили все силы и все усилия для того, чтобы исправить эти недостатки и избежать в будущем наказания. И чтобы рикосновение с духовным миром позволяет пророку также возвысить людей и дать им особые силы для того, чтобы понять понять его слова. Ну, вот как-то Пушкин, талантливый человек, очень довольно четко задел, как бы показал все эти моменты. Лермонтов по следам Пушкина также написал стихотворение, в котором он отразил другую сторону пророка. пророки чаще всего оставались непонятными для своего поколения, для окружающих людей, для царей, может быть, за редким исключением, нередко им не верили, смеялись, и они оказывались в положении людей, людей гонимых. Вот и людей гонимых. Этот момент отразил Лермонтов в своем стихотворении, вот мы можем взять последние четверо стихия. Смотрите, ждите на него, как он грюм и худ и бледен, смотрите, как он наг и беден, как презирают все его. Так как бы пророк представляется людям, представляется окружающим. Пророчество является совершенно необходимым для еврейского народа. В общем-то, с пророчества начинается еврейский народ. мы хорошо все помним, мы все хорошо помним, что Авраам как бы наблюдал за окружающим миром, наблюдал за светилами и пришел к выводу, что у него почему-то пропадает изображение мгновенно, пришел к выводу, что все силы, все силы они ограничены, они являются частными, а миром управляет тот, кто стоит над этими силами. Но мы забываем одну маленькую деталь, которая очень важная, которая есть в Медраж Раба, чаще всего мы ее с вами не упоминаем, это момент, который говорит, что в то время, когда Авраам понял, что все силы, все силы они не имеют значения, которые все силы природы, стихии, они не имеют значения, они не все противоречат друг другу и ни одно из них не может управлять миром, в этот момент и не может быть, чтобы в мире не было хозяина, то есть того, кто управляет им действительно, и в этот момент открылся Всевышний Авраам и сказал ему «Я хозяин мира». То есть верные представления о Всевышнем невозможно составить на основе логических рассуждений, наблюдений за природой и даже если человек обладает очень сильным умом. А верные представления о Всевышнем могут прийти только через пророков и поэтому еврейский народ начинается в общем-то с пророчества, с обращения Всевышнего к Аврааму, который говорит «Я хозяин мира». Здесь мы с вами видим картину художника Лилиена, который представил Авраама смотрящим на звезды, пытающимся понять, все ли в мире предопределено или есть тот, кто может поменять любое предсказание, переставить звезды с места на место и управлять судьбами мира. И пророчество было, сопровождало, если так можно сказать, еврейский народ на протяжении всей истории вплоть до возвращения из бавилонского плена. Я напомню, что по нашей традиции первый храм был разрушен в 422 году до этой эры, а возвращение из бавилона началось в 352 году до этой эры. и в этот период пророчество отошло от сыновей Израиля, так как подавляющее большинство осталось в бавилоне, и Всевышний не вернул пророчества, ждал какое-то время, ждал 40 лет, и последние пророки из Хария, Хагай и Малахи ушли из жизни за эти 40 лет начало возвращения из бавилона. Самыми последними пророками считаются Эзра, Суфер и Нихемия, и после них ушло пророчество. Но мы все равно как бы не можем без пророчества хотя бы без его какого-то отголоска. И поэтому мудрецы в Талмуде сказали, что сыновья Израиля, они если не являются пророками, то они по крайней мере, если так можно сказать, являются детьми пророков. Что это значит? Что это значит? Что даже если среди нас не ходят настоящие пророки, которые напрямую уговорятся к Всевышним, то все равно у нас осталось это, у нас у каждого еврея осталось это свойство особо воспринимать мир, чувствовать духовный мир, мыслить несколько иначе, чем люди, от которых мир духовный далек и понимать происходящее событие иначе, чем другие люди. И вот в этом плане сыновья Израиля, они являются детьми пророков. Нужно сказать, что в древнем мире люди отрицали возможность пророчества. Они понимали, скажем, что боги могут что-то предсказывать через человека, что есть Аракул, который говорит, у его устами говорят боги, но так, как говорили сыновья Израиля, что есть бог, который створил небо и землю и с ним говорит человек, они это отрицали, так как невозможно связь конечного и бесконечного. Это, скажем, отрицалось и наиболее как бы сильное и осознанное отрицание пророчества, оно связано с греческой философией. Все философы Аристотель, Платон, они отрицали прямую непосредственную связь с бесконечностью, с творцом мира. Конечный человек не может говорить с бесконечностью. И основья Израиля являлись и наверное остаются уникальными в том смысле, что они утверждают, что и не только утверждают, у нас есть свидетельство, что Всевышний обращается к человеку, говорит с ним, поднимает его выше звезд, как Авраама, дает ему увидеть мир, иначе дает предсказание о будущем, дает наставление всему народу. и интересно то, что скажем, как интересно то, что как скажем, то, что хотелось сказать, что было несколько человек, которые относительно близко к нам время считали себя пророками, считали, что пророчество возвращается, что оно вернулось к ним, один из них это раби Абулафия, а другой более близкий к нам человек это поэт улицы Гринберг, который считал, что у него есть пророческий дар, дар предсказания, так ли это не так, но в его художественных произведениях отражены очень глубокие моменты и отражено резкое и серьезное обращение к сыновьям Израиля, к его поколению с указанием на недостатки и призывом исполнить все, и призывом исправить их. И так же, как в древнее время были уже пророки, так и скажем, в наше время есть люди, которые могут, можно было бы назвать вот такими уже пророками люди, люди, которые отрицают, отрицают, что становление государства, возрождение сыновей Израиля, оно все это является результатом действия руки Всевышнего и исполнением его плана. Одним из таких людей был Арнольд Джозеф Тойнбе, который британский историк, философ и социолог и известнейший в свое время человек, который утверждал, что сыновья Израиля, евреи, являются этносом, а у всех этносов есть как бы свои законы развития, и вот любой этнос существует на протяжении 500, 600, 700 лет, а потом он выдает то, что как бы все свои силы выдает человечеству, лучшее, что он выдает человечеству, и потом исчезает как этнос. И вот евреи развивались и по мнению Тойнбе самое лучшее, что они могли сделать, они дали человечеству христианство, а потом они забыли исчезнуть, забыли умереть. Он назвал евреев окаменевшим этносом, который просто продолжает существовать по инерции. И конечно для него сильнейшим ударом было образование государства Израиль в 1948 году, и он заявил, что государство Израиль было образовано только потому, что немцы, нацисты плеснули как бы антриналин в этот мертвый этнос, и вот он пошел, шагая своими каменными ногами и делая с арабами то, что немцы делали с ними. То есть как бы, как в древнем мире вставали люди, с которыми не говорил Всевышний, говорили от его имени, опровергали то, что тельные события являются как бы пришли с небес, так и в наше время можно найти таких людей, похожих на пророков. Итак, мы сегодня за то короткое время, которое было у нас, мы должны заканчивать с вами, к сожалению, мы постарались посмотреть с вами значение пророков для нашего времени, представить себе, что мы сегодня воспринимаем пророков совершенно иначе, чем это было раньше, когда еврейский народ не обрел своей земли, не обрел своего государства, и как бы символом, возможно, призывом к изучению пророков, я бы сказал, является вот этот свиток Ешаягу, который был найден в Кумранской пещере, свиток, в котором говорится, о нашем времени, о нашем возвращении в Израиль. Огромное спасибо всем за внимание, к сожалению, из-за задержки и из-за того, что мы должны передать микрофон следующей лекции, у нас не осталось времени для вопросов, и либо присылайте мне по электронной почте, либо записывайте их на нашей странице, здесь, в нашем уроке, либо мы вернемся к тому, о чем мы говорили в следующий раз. Спасибо большое всем за внимание, я, к сожалению, должен отключиться, и огромное спасибо всем. всем за Продолжение следует... 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 Обычные резервы делают, как на пиво. На этой стратегии вообще бегал на ремонт. Ну, конечно, сейчас же, если выходит машина, то вы можете сделать. Это активно эксплуатируется. Да, конечно, нам будет то важно, чем туда что-то есть. Ну, я понимаю, что выходит. Да. Конечно, тут мало там. Да, если они будут покупать там где-то такое, то мы тоже надоели. Да. 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 Да, значит, есть два вопроса. Один, я хочу помнить. Он считал мне телефон доктора. Я с ним пообщался. В итоге это общение, я узнал, что он, оказывается, почувствовал как в Кыргызстане. И он там начинал какие-то материалы. Он говорит, что ты тоже хотел посмотреть. Но я не должен точно это вообще. Я имею в виду, что если бы ты с ними что-то говоришь, что вы где-то будете пересекаться, то, например, тем более родные места, когда-то мы ходили в Кыргызию и там. Поэтому я всегда приезжал в Кыргызстане, где там были. Интересно спустя четверть века посмотреть марку. Да, да, но я не спустя... Субтитры добавил DimaTorzok Не каждый год, не каждый выдаст его. И, а кроме того, я хотел с тобой как-то пообщаться, когда ты будешь это там, в каком случае, значит, я встану. У меня есть этот вопрос, вот так, не сильно. Держи, пожмите какая-то сумма денег. Знаешь, какие-то были проценты, можно открывать, но банк, там что-то там капал. Сегодня-то они любят, где же год думают, и ничего не капают. Если какая-то сумма есть, то если там, скажем, банк, там что-то, не смысл. То есть, если выход на термин бумаги, там тоже опыскать, там вот, что-то требуется. И с того же, можно это сказать. Но есть про язвы, что можно... Я, правда, не очень-то не знаю, вот если люди, когда покупают недвижимость, или когда она как-то растет. Вот это и не грачит нам нужности. Да. Ну, будут сотни. Это еще нет, это еще не сегодня, мы на расстоянии. Да. Ну, так. Ну, это все меняется. Не знаю, что не так, но вот так. Ну, да. 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 Я предлагаю сегодня, что могут тоже пропускать. Вот МТМ там уже продолжится. Хорошо. 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 Продолжение следует... 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 Ну, тогда можно посмотреть эти деньги, и положить в банк, и закрыть. Не, ну у меня там есть еще такая ситуация. Просто докладывай сюда, и все. У меня стоит, где-то, может быть, не знаю. В результате, если это происходит, то надо уточнить. Я, кажется, полгода назад не потратил давать. Так. Ну да, надо заниматься. Главное, что это ищем слова респресса на этих вопросов. Да, да. А я вот поэтому, я бы не выключили какие-то задания. А пару слов, что в черте не есть на двух тысяч рублей? То есть это только какие-то... Это именно. Это немного. Да. Ну, да. Продолжение следует... 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 Что? А вот эта позиция, которая очень не сочетается. Это такая позиция, которая не сочетается. Это просто не сочетается. Я все знаю, я знаю, что я знаю. И чемпунцем. Продолжение следует... 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 Продолжение следует. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...